А вы знали, что существуют духи с ароматом книг? Поправка. С ароматом любимых книг Карла Лагерфельда. С ними можно буквально учуять то, что сам Карл любил читать при жизни. Вы на канале «Психологи не в моде». Здесь вы увидите психологические комментарии на самые разные модные явления и феномены. Сегодня мы расскажем 10 фактов о Карле Отто Лагерфельде. И да, его звали именно так. А также необычный факт. Карл Лагерфельд был связан с серией ГТА. Поехали! Факт номер один. Тайна по имени Карл. Вокруг Карла Лагерфельда есть такой ореол тайны. И, во-первых, это знаменитые его очки. Он создавал такой образ отстраненного немецкого барона. Вот его высокие вот эти воротнички, очки. И обязательно собранные волосы. Очень интересно, что до сих пор ведутся огромные споры по поводу возраста и даты рождения Карла Лагерфельда. В одном из своем интервью он сказал о том, что на самом деле его мать перепутала там цифры 3 и 8. И что на самом деле он не 1933 года рождения, а 1938. Потом он сказал, что он 35 года рождения. В общем, тайна полностью покрывает вот эту личность Карла. Как он говорил, что мода — это та самая иллюзия, которая должна вдохновлять на творчество. Вот он стал той самой иллюзией, той самой мечтой, той самой тайной, которую вот мы все сейчас знаем. Он даже засыпал в полном параде. Если он умрет, чтобы его нашли как бы самым красивым. Девочки, берем на заметку лайфхаки от Лагерфельда. Тайна личности Карла Лагерфельда еще в том числе связана с тем, что он не любил сталкиваться с реальностью. Вот он любил быть таким призраком, как он сам говорил, который скользит по льду до момента, когда этот лед треснет. Практически никто не знает подробности его личной жизни, его семейных отношений. Разве что только про мать он говорил о том, что она такая тиран. Но это дальше. Факт номер 2. Война с Ивсен Лораном. В свое время, в 1954 году, Лагерфельд приехал в Париж, так как очень хотел чего-то добиться. Встретил конкурс от шерстяного производства на придумку пальто, разработку модели пальто. В жюри тогда участвовали сам Бальман и Жванши. И в конкурсе победил тогда Карл Лагерфельд и еще никому неизвестный Ивсен Лоран. С этого началась их дружба. И тогда Лагерфельд принял предложение от Пьер Бальмана и стал его личным ассистентом. А вот Ивсен Лоран отверг предложение от Жванши, но уже через год работал в доме Диор. В принципе, два модельера начали дружбу очень хорошо, очень активно. Они много времени проводили вместе. У них были общие знакомые, одни тусовки, общие любимые модели, общий любимый мужчина, скажем так. И, собственно, да, именно из-за Жака и началась война Карла Лагерфельда с Ивсен Лораном. Они его ужасно не поделили, и это породило их соперничество не только в жизни за любовь, но и на рабочем поприще каждый старался обогнать другого. Наверное, это тоже послужило частью их общего успеха, потому что они обгоняли друг друга. Ивсен Лоран, скажем, раньше достиг успеха, потому как в доме Диор он получил очень большое развитие. И после смерти самого Кристиана Диора он занял место креативного директора дома Диора вообще. То у Лагерфельда, возможно, развитие шло медленнее, но было более насыщенным потом на пике его карьеры. То есть у Карла получилось несколько такой отсроченный успех по сравнению с Ивсен Лораном. Да, в какой-то мере получается, что у Ивсен Лорана был быстрый старт, и потом такая стабильно хорошая, надежная карьера, открытие своего дома, его развитие. Это в то время как у Лагерфельда было такое постепенное возрастание, постепенная наработка собственного имиджа. У него получилась более яркая, наверное, и запоминающаяся личность в истории. После смерти Ивсен Лорана в 2008 году Лагерфельд признал его ученика Тома Форда, что в свою очередь стало такой формой признания и самого мэтра, то есть учителя Тома Форда Ивсен Лорана. Несмотря на их войну, они оба признавали, что их оппонент талантлив. Факт номер три. Путеводная звезда. Лозунгом по жизни Карла Лагерфельда была картина Менцеля «Званый обед» Фридриха Великого. И вот уже потом, на своем пике карьеры, он созывал те самые ужины, роскошные пиршества в своем особняке. Это было то самое воплощение той картины, которую он любил и всегда на нее старался походить. Его образ связан был с той самой легкостью бытия, такой беззаботностью. На этой картине сидят и спокойно разговаривают о какие-то светские темы. В общем, это все так легко, и сзади там пар красуется. Вот он старался такого стиля в жизни придерживаться. Мне кажется, это такой интересный пример, когда какой-то яркий образ нашего детства прям откладывается где-то на подсознании, и мы вот стремимся потом к нему всю свою жизнь. Эта картина, я имею в виду. Да, потому что вот эта картина, она на протяжении всей его жизни. Весь его облик, он с этой картины. Все его поведение с той картины. Факт номер четыре. Неполиткорректный Карл. Карл Лагерфельд был очень интересной личностью, и в том числе это проявлялось в том, что он был, наверное, истинным бунтарем. В то время как в мире, особенно на Западе, расцветала эпоха толерантности, зарождались какие-то вот эти ростки, Карл Лагерфельд оставался непреклонным, он оставался жестким, не думал о том, как это будет все воспринято общественным мнением, как будут восприняты некоторые из его работ, перформансов. Да, пару раз пришлось извиниться потом за свое поведение, но, как правило, он предпочитал этого не делать. В издании «Нумеру», когда он давал интервью, он прокомментировал ситуацию с домогательствами в модной индустрии, что является большой проблемой и по сей день, следующим образом. «Если не хочешь, чтобы тебе лезли в штаны, не становись моделью», — сказал Карл. «Иди в монастырь, в монастыре тебе местечко всегда найдется». Карл один из немногих модельеров, который никогда не брал на свои показы модели размера «плюс». И на эту тему в 2013 году он дал комментарии для Le Grand 8, цитата. «Никто не хочет видеть на подиуме пышных женщин». В принципе, этого он и придерживался далее. Подобного мнения Карл Лагерфельд был, наверное, почти обо всех. Он не любил мужчин своего возраста, он не любил полных женщин, он был достаточно резок в комментариях, и также он был достаточно резок в своих перфомансах. Так, например, в 1992 году на свой показ он пригласил в качестве манекенщиц настоящих порно-актрис и стриптизерш. Это очень возмутило Анну Винтеру, и она тогда покинула здание. А также еще на одном своем показе он выпустил Клаудио Шифер в топе с надписями «Из Корана». И это вызвало огромный конфликт в мусульманском сообществе, и именно за это пришлось потом извиняться Карлу Лагерфельду от лица дома Шанель. Факт номер пять. Шпион времени. Как ему удавалось быть постоянно актуальным. То есть у него очень долгая карьера, но он всегда давал уникальные и актуальные образы. Дело в том, что он очень интересно использовал свои контакты в молодежи. Он выступал некоторым таким покровителем молодежи. Ну то есть какая-то тусовка моделей, художников, каких-то иллюстраторов приезжала в Париж. Они заряжены на то, чтобы побыть в этом городе, полюбоваться его красотами, поесть вкусные еды. И Карл, он позволял им это делать. Он позволял им жить у себя на квартире. Поделал их по экскурсиям. Да, да. Прививал в том числе вкус к еде, естественно, в одежде. И так Карл оставался в духе времени. Он как бы вот чекал эту молодежь дух времени. Очень интересно, что такими агентами 70-х, 80-х годов. У Кензо был агент Совье де Костелло, у Ивса Лорана были Лулу и Лебон, а у Карла был Жак. Да, его любовь Жак. То есть Жак ходил, тусил по разным тусовкам, сам устраивал вечеринки. И потом, после всех этих похождений, он приходил к Карлу и рассказывал о том, что происходило на этих тусовках. Но он же сам наверняка иногда ухаживал по каким-то мероприятиям. Да, ходил, но где-то на середине вечера он обычно уходил к себе делать рисунки какие-то, потом приходил к нему Жак, он всё ему рассказывал. На самих тусовках он вёл себя достаточно скромно. Он никогда не пил, не курил, он попивал только диетическую колу, и на этом всё, он держал себя в очень таких жёстких рамках. Таким образом, Карл, он, по сути, проживал ту запретную демоническую жизнь, но в лице Жака. Он даже его называл «мотылёк в вихре бури». Так романтично. Да, но, к сожалению, буря поглотила этого мотылька, потому что Жак он умер от спида. Во время эпидемии спида, которая началась в 70-х годах. Факт номер 6. Первый в мире модный фрилансер. Карл Лагерфельд был самым первым, ну или одним из самых первых модных фрилансеров вообще в фэшн-индустрии. Он работал одновременно на большое количество домов, разрабатывал коллекции, одежды, аксессуаров, кутюры и так далее. И помимо самых известных домов, с которыми он работал, таких как Шанель, Хлои и Фенди, в своё время Карл также работал в Бальман, собственно, с чего и началась его карьера. Также он работал с такими домами, как Пату, Кризель, Чарльз Джордан и Кьюрилл, а также Танзания и многими другими. Насколько я знаю, Карл Лагерфельд, он умел показать суть того дома, с которым он работал. Да, он очень тонко чувствовал именно ДНК, он очень много работал с архивами каждого дома, в который он приходил, для которого он делал коллекцию. Конечно, в каждой этой коллекции читается его личный стиль, можно посмотреть и сказать, это сделал Лагерфельд. Но при этом его коллекция — это не самолюбование, то есть одна из них не похожа на следующую. Они все равно отражают суть дома, в который он пришел. В 80-х дом Шанель совсем уже загибался, погибал. Его называли «Спящая красавица» после смерти Коко Шанель. Он вот такой простой у него был. Туда просто приходили в основном постоянные покупательницы, женщины более старшего возраста, покупали одно и то же. А Лагерфельд просто сделал революцию, мне кажется, в доме Шанель. Первая коллекция, которую он выпустил для Шанель, была невероятной. О ней писали все. И причем писали что-то из серии «После такого дом Шанель точно закроется», никто туда не придет. Хотя на самом деле, да, теперь это один из главных тоже транссеттеров мирового рынка. Факт номер семь. Как Карл похудел на 43 килограмма? Аж на 43 килограмма. Дело в том, что в 90-е годы у него произошла, во-первых, просадка по бизнесу. Его бренд не стал таким популярным. Была именно просадка в работе. Также ушел в 89-м году его любимый Жак. И вот эти все переживания, вероятно, Карл начал как-то заедать. Вот, собственно, это вылилось в лишние 43 килограмма. Изменился его стиль в одежде. Он перестал быть тем самым немецким бароном. Он перешел в японский минимализм. Но в 2000-х он решил, что так больше не может продолжаться. Он пошел к диетологу Жанну Клоду Худре. Очень интересный у них, конечно, диалог произошел. Диетолог начал ему рассказывать о том, что нужно такой-то системы придерживаться. Он такой, все, больше ничего не говорите. Напишите, позвоните моему повару, они все сделают. Но надо отдать должное силе воле Карла. Он похудел за год на 43 килограмма. Утром у него было два ломтика хлеба, а вечером фасоль и яйца. Все. Какие-то модные тусовки, те же самые званые вечера. Он сидел со своей диетической колой и проводил это мероприятие, но сам он не прикасался к еде. Срывался, ел печенье, то он жевал и потом выплебывал. Вообще-то это, конечно, признак РПП, но Карл очень жестко себя хотел привести в порядок. Да, и мы призываем вас не следовать диете Карла Герфельда без каких-либо показаний врача или диетолога. Факт номер восемь. Самая богатая кошка в мире. Эта кошка Шупетт. Любимеца Карла Герфельда, с которой он был на протяжении многих лет. Она сопровождала его везде, в поездках, на мероприятиях. Он действительно, мне кажется, ее очень любил. В какой-то мере она заменила ему вообще близкие отношения с людьми. И, наверное, это одна из главных причин, по которой он завещал все свое состояние своей кошке. А это 200 миллионов долларов с копейками. Как ей хорошо. Да, немножечко в данный момент все почувствовали зависть к кошке. Да, кошка Шупетт это та самая, которая должна была появиться на Мэтт Галла 23-го года, но, к счастью, не появилась. Зато появился Джаред Лето. Он свою роль очень круто отыграл. При жизни Лагерфельда сама кошка Шупетт активно участвовала в рекламных компаниях разных брендов, в том числе стала лицом Опель. И он ее сам снимал. Да, и Лагерфельд сам ее снимал, и во многих рекламах, и просто много фотографировал ее. Лагерфельд платил Шупетт за каждую проделанную ей работу. После смерти Лагерфельда Шупетт продолжает жить в особняке в Париже, вместе с няней, окруженная богатством и заботой. Она такая милая, у нее такая милая мордочка, очень красивая, такие небесно-головые глазки. Интересно, а к ней на посещение записываются люди за полгода вперед или нет? Как к ней попала Ким Кардашьян? Придется запись, извините, ближайшее место на общение с Кошкой Шупетт только в 2005-м, в 2025-м. И, пожалуйста, только элитный корм с собой. Да. Лучше вообще ничего не приносите, просто на 5 минут заходите и уходите. И кланитесь. И все. Очень важную роль в жизни Карла сыграла его мать Элизабет, она достаточно такая аристократичная, очень парадоксальная женщина. Она вовне была очень нежная, такая добродушная с людьми, но она буквально розгами стягала самого Карла. Очень много было насмешек по поводу его внешности, по поводу его поведения. Очень интересный, конечно, она давала комментарий с самого его просто детства. Например, я слишком умна для того, чтобы вести с тобой беседу, дорасти до моего уровня. Наверное, это и стало одной из причин, почему Карл постоянно старался развиваться, у него всегда были книги, его окружали. Он пытался дорасти до её уровня. Когда умер его отец, мать переехала к нему в Париж. Он хотел забрать из его дома дневники. Его мама просто-напросто сожгла этот дневник с фразой «Есть ли вообще необходимость в том, чтобы все знали о том, что ты был идиотом?» Ну, то есть, примечательно, что сам Карл в последствиях, особенно вот в фильме «Секреты Лагерфельда», он рассказывает о том, что над любыми отношениями должен висеть дамоклов меч. Ну, то есть, вот всегда должно быть напряжение, иначе на отношениях не должно быть. Ну, это моя гипотеза, конечно. Это признак таких созависимых отношений садиста и мазохиста. Опять повторюсь, это моя гипотеза, что мама у него была достаточно такая садистичная. Он исполнял все её прихоти, он исполнял вот её тот самый образ, которому должен соответствовать. Карл Лагерфельд, он не может перелетать в самолётах и в том числе засыпать без своего вещмешка, который ему сшила в детстве нянечка. Да, и он обязательно, этот мешок, он уже весь потрёпанный, там уже нет никакой вышивки, он его даже в чехольчик такой собирал, он его прикладывал к животу. Психосоматическое значение живота — это витальная область. То есть, у нас уже здесь нет никакого костного корсета, который бы защищал внутренние органы. И вот это самая такая жизненная область. И этим ритуалом он как бы защищался воспоминаниями о своём детстве и о своей матери. Это уже было после её смерти. Карл в какой-то момент, может быть, чувствовал себя не в безопасности, и это вот жест его успокаивал. И вообще, третий раз повторю, это моя гипотеза. У нас несколько такой психологический сейчас будет комментарий. Он стал творить, как бы бунтуя, как бы выходя из этих рамок. Ну, то есть, он всю свою энергию какую-то сдержанную он переносил именно в творчество. Да, мне кажется, что читается вот этот защитный механизм ухода в детство. И с фактом о картине, про которую мы говорили, да, он ведь её забрал, и она висела потом у него в доме многие годы. И вещь-мешок, который ему тоже напоминал о детстве, сохранял безопасность, да, держал вот этот кокон. И какое-то, наверное, лёгкое копирование поведения матери, потому что, если смотреть интервью, которое давал Легерфельд, он там очень остёр с интервьюерами. Он говорит, если вы не можете сформулировать своё мнение, то мне с вами не о чем разговаривать. Да, очень классную мысль сказала. То есть, по сути, он после потери, он полностью интервьюризировал фигуру матери, своё, ну, перейдём на психоаналитический термин, своё сверхъядь, то есть свою совесть. То есть он не смог оторваться от матери. Она теперь будет всегда в нём, с ним. И вот это тот самый контроль, насмешливость, неполиткорректность, это всё то самое проявление матери. Он сам говорил о том, что психоаналитики — это вообще просто пустозвоны, и к ним вообще нет никакого смысла ходить. Я полагаю, что он просто боялся вынести эту проблему, её как-то разрешить. Проблемы с взаимоотношениями с матерью. Если бы, вот, я повторюсь, он пошёл тогда к психоаналитику, какой бы он был другой, Карл? Факт номер 10. Карл Лагерфельд в ГТА. Карл Лагерфельд и ГТА-4, серьёзно? Как Лена уже говорила ранее, Карл всегда старался оставаться в течение времени, то есть быть прям в потоке, в тренде, в повестке и во всём остальном. И в 2008 году он решил поучаствовать в серии ГТА. В роли самого себя, конечно же, в камео. И записать новую электронную танцевальную музыку для игры. И, собственно, побыл радиоведущим на специально созданной тогда радиоволне К-109 студио. Он там рассказывал какие-то истории, собственно, вёл эту программу. Ну и сам специально написал реально музыку, то есть за диджею. Мне очень нравятся картиночки, которые были сделаны специально к этому событию в ГТА. Не знаю, это прям какой-то разрыв шаблона. Прям классно. Топ. Да. Та-да! Тан-тан-тан-тан. С вами были «Психологини в моде». И это наши 10 фактов о великом Карл Лагерфельде. А теперь пришло время для нашего модного оракула, чтобы узнать, что же нас ждёт в следующем выпуске. Мы уже выбрали, и у нас далее будет Линда Евангелиста. Прекрасная женщина со своей сложной историей. Увидим её в следующем выпуске. Подписывайтесь, ставьте лайки. Или дизлайки. Или дизлайки. Оставляйте свои комментарии, а мы увидимся с вами в следующий раз. Всем пока-пока. Пока!